Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. У нас продолжается октябрь в Элмкрике, продолжается покос, продолжается уборка оливок. Так, непонятно, почему я не переключаюсь на выбранный транспорт. Ага. Все, потому что курс-плей был включен. Так. Вот оливки у нас собираются. И сегодня мы займемся уборкой кукурузы. Мы займемся уборкой вот этих вот двух огородиков 62-го, 63-го, подсолнух и свекла. Также покос будет на полях 32 и 56, на 33-м подсолнухи. Давайте, в общем-то, организовывать все это дело. Так, класс. Класс. Сейчас мы отправим на кукурузу. Жатку я вытащу отсюда. Почему? Сейчас объясню. Если она там будет стоять отцепленная, у нее дышло 100%, повернется на 90 или более градусов. Вот. А под этим навесом потом подъезжать к этому всему хозяйству, это то еще удовольствие. Поэтому я ее здесь отцеплю. Здесь пускай разворачивается куда хочет, я ее потом все равно смогу прицепить. А жатка мне нужна именно початка-собиратель. Сейчас мы его, в общем-то, и прицепим. Все. Погнали на поле. Топлива, в принципе, хватит. Я не буду даже дозаправку делать. Так, это кто у нас? Это у нас 9-метровый початка-собиратель. Так, я вот не помню. На вот этот здоровенный огородик именно есть курс именно с 9-метровым початка-собирателем. Сейчас посмотрим. Сейчас. Все это дело мы посмотрим. Так, мужик, не торопись. Вот. 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 Так, зубки выставили. Отсюда мы вроде всегда начинаем. Так, это у нас 39-е поле. 9 метров мне нужно. Ага, 2 по 9 есть. А что у нас 2 по 9 ездило? Я что-то даже не помню. А просто 9 нету, да? Да, просто 9 нету. Есть 2 по 9. Сейчас будем сочинять. Сейчас будем сочинять. Так, вот так. Вот так. Против часовой. Две поворотные полосы, пожалуй, сделаем. Все, генерируем. Зашкал ушел, но курс все-таки сгенерировал нам. Вот такой вот. Хорошо. Хорошо. Так, сразу его сохраним. 53-е я так, естественно, и не почистил вот эти курсы. Ну, все-все как обычно. Так, с начальной точки вперед. Естественно, 3 бодылочки оставил. Фиг знает кому. Блин, терпеть вот это вот не могу. Чего сразу не опустить заранее? Опусти. Скоси их. Вот, а потом уже с начальной точки начинай работать. Неужели это так сложно? Все, попер бобер. Попер бобер. Следующий товарищ. Так, а следующий товарищ у нас должен собирать подсолнух, по идее, да? А на подсолнух нам нужен тоже початка-собиратель. А у нас нету. Есть повод сходить в магазин. Так, тут по скидке ничего нам не предлагают. О, ведроштат. Сажалочка. 12-ти метровая. Ха. Ха. Однако. Стационарный тюковщик. Но это нам не надо. Стационарный тюковщик. Ага. Трехметровая. Трехметровая. У нас имеется такая, нам не надо. Так, ну и в общем-то здесь все. Ладно. Початка-собиратели. Вот он, кейзовский, да? Так, сочетание. Ага, он к этому кейзу. У нас, по-моему, не такой. У нас не 95. Так, вот такую капеллу взять. Да, тоже 9-ти метровая. Но он пишет, что типа тоже не подходит. Но у нас все курсы на 9 метров. Хотя, вот почему нет? Почему не взять такую? Или труба. Труба не будет доставать до этого. Ха. А вот это дороже, между прочим. 9-ти метровка. Давайте вот эту возьмем 10-ти метровую, кейзовскую, все-таки. Все-таки кейс это кейс. Но, я смотрю, она требует еще и телегу, да? Купить. Да. 84 тысячи осталось. Плакала наша фабрика хлопьев. Ну, в общем-то, и хорошо, наверное, что не взяли. Потому что... Потому что... Так. Початка собирателей. А где телеги под них? Что-то я потерялась. Так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась. А где телеги-то продаются? Подкатные телеги. А, вот, прицепы для жаток. Ага, это для зерновых. Нет, мне нужно для початка собирателя. Блин, и как ее определить? Это длинная, наверное, сильная. А кейсовских вот конкретно нету, да? 8,5, 8,5. Ну, по длине будем, наверное, подбирать. Так, вот это 10-ти метровка. Под 10-ти метровку. Наверное, вот такая пойдет, я думаю, да? Нарди вот эта. 60,35. А 60,40 чем отличается? А, она под 12-ти метровые, да? 60,35, наверное, взять. Так, запасное колесо. Ну, я не знаю, она точно под початка собиратель? Что-то меня терзают смутные сомнения. Вот это, наверное. Да, вот она под початка собирателей. Но это под короткие. Под 6-ти метровые. Вот это, наверное... А, это под жатки. Фиг поймешь, короче. Или классовскую брать. Ой, жесть. Короче, мана, вот такую берем. 60,35 и все. Так, цвет расширения. Цвет это не надо мне. Запасное колесо. Ну, ради декора только. Что, разве, если? Так. Тип-1 сзади. Желтенький номер. Ок. Купить, да. Все. Эту жатку я тоже выставлю снаружи. И поехали. Нуждаются в разгрузке. Завершил работу. Катастрофа, блин. Вот провозился я с этой телегой. Сейчас все будет. Сейчас все будет терпением. Терпение и труд все перетрут, да? Так. Видите? Теперь попробуем его водрузить. Для начала складывается он? Нет, он не складывается. Он вот как есть, так есть. Типа я кейс и все, больше ничего не волнует. Ну, по сути, да. По сути, он сюда, наверное, залезет. Так, сейчас мы по центру его попробуем положить. Вот так. По центру я вот по этим планочкам смотрю. В целом, норм, наверное, да? Так, кто там нуждается в разгрузке? Ага, ты нуждаешься в разгрузке. Кто еще нуждается? Ты нуждаешься. Прям одни нуждающиеся. Давайте с оливковым разберемся комбайном сначала. КОНЕЦ Так, есть контакт. Сейчас, с ближайшей точки давай вали. Эй! А ты где ближайшую точку такую увидел? Вообще, с дуба рухнул. О! Как-то лучше. Так, теперь... Теперь нам нужен маг. ПОДИШИВАНИЕ ПОДПИШИСЬ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Так, Бобика забыли покормить. Ладно, при случае обязательно покормим. Так, и здесь три колоска блин оставил. Ну, елки-палки. И там три колоска оставил, короче. Местные деревенские ребята, наверное, придут и кукурузу соберут, варить будут. Упс. Я забыл, что эта жарточка узенькая. Подъезжать надо подальше. О, кукурузка пошла. Так, пошла, пошла, пошла. Пока вот здесь встанем. Так, ты завершил работу. Ты молодец. Тебя мы переправим сейчас... Так, где у нас еще трава созрела? Ага, вот. Вот сюда, наверное, на 56-е поле. Так, а здесь волковать надо сразу же. Прямо в ручье разворачиваться. Нормально. Места-то нету больше, только там. Так, начинать будем традиционно с того угла. И 56-е поле. 10 метров, по-моему, у меня нету такого курса. Да. Надо тоже сочинять. 10 метров, бла-бла-бла, с поворотной полосы по часовой стрелке до угол проходов 90. И вот такой курсец у нас получился. Так, 56-е поле. 10 метров. Окай. С начальной точки вперед. Попер-бопер. Есть такое дело. Кто у нас еще где? Кейс у нас стоит, тарахтит, да? Поехали. Поехали подсолнух собирать. Так. А я что-то не туда, наверное, поехал. Мне надо было... Да. Немножко не туда. Ну, мы, в принципе, отсюда все равно вырулим к этому полю. Ничего страшного. Так, вот оно, это поле. Вот оно, это поле. Здесь я прицеп вот для Жаткина и наброшу. Вот это вот, конечно, уже беспонтово, что прицеп вот так вот делает. Опять кто-то в разгрузке нуждаются. Одни нуждающиеся, блин. Поработать не дают. Так, подсолнух. Созрел? Созрел. 2D, правда, но созрел. Так. Или 3D. Ну, 3D. Такое себе 3D, конечно. 33-е поле. Сейчас будем сочинять. Здесь вообще еще курсов никаких нету. И не было никогда. Так, нет, не то поле ты мне выбрал. Во. 10 метров. Одна. Пусть будет поворотная полоса. Или две сделать. Да, пусть будет одна. Здесь не так уж тесно, в общем-то, по часовой стрелке. Да. 0 градусов. Все, генерируем. Так, 33-е поле. Не Плое, а поле. 10 метров. С начальной точки вперед. О. Бопер, бопер. Подсолнушки пошли. А, это оливки у нас 2D. Да. Это оливки у нас 2D нарисованы. Оливки у нас 2D. 8-е в 3D. Обувелич содействия. Это оливки у нас 3D. Вот такой что нам денег в wunderbar. Пvasиц. Продолжение следует. Оливки у меня 3D. Сейчас надо будет оливки сразу отвезти на заводик Так, вот, заканчивается здесь, да? Угу Вот отсюда и продолжишь Так, что-то ФПС упал, наверное Курс прокладывает разгружаться комбайн, да? Да, вот этот комбайн, скорее всего, прокладывает курс Видите, он У него же стоит авторазгрузка Да, саморазгрузка активна И вот он думает, думает И теперь поедет Да, вот ФПС поднялся сразу Теперь я понял, почему эти просадки Вот можно сейчас и пронаблюдать Как он Будет разгружаться Когда он прокладывает Вот такие Подтормаживания конкретные А я все на драйвер грешил Ну, он там у нас стоит Грузовик, он, видать, по поворотке Сейчас пока объедет Вот он курс себе Сделал И теперь этот овой Так, а мы давайте отвезем все-таки Оливки На нашу маслобойку Будем оттуда маслицы получать Кстати Кстати о птичках Надо, наверное, мне вот подсказали Все производство поставить На складирование Потому что Потому что Потому что Да, здесь складирование Хорошо Ну, походу Пьесы везде мы выставим Или я за кадром Как обычно Забуду все Так же, как и с курсами Так, тюки вот эти Созрели, не? Ну-ка давайте глянем Да, это уже силос Их можно, в принципе, убирать Все в видеокарте Будет полегче Силос Силос Вот этот самый последний был А это еще трава 98% Тогда подождем Хоть и говорят Три прицепа тюков Одного не ждут, но Подождем Твою маму, да? Как тут покос идет Оу На мана идет Три прицепа тюки Силос Ну вот Это же маслобойка Да, oils написано Значит сюда Джонка что купила Сама не помнит А, это мое, а что так можно было что-ли Так, под подсолнух Нужно еще один маг Сейчас отправить А то сейчас будет Тоже материться О, обратный курс прокладывает комбайн Сейчас проседал фпс Наверное разгрузился Удалось Разгрузиться ему Наверное удалось разгрузиться Так, все пока здесь оставим Маг Суперлайнер Заблокирован Блин, какого лешего Пути бози мой Улик не смог объехать Дебилоида кусочек Блин Саморазгрузка Все, говорит, работает Сто процентов В комментариях мне писали Ну, понятное дело Ну, понятное дело, что Такие нюансы Инораз Попадаются На пути Ничего На манна Неприятности Только, как говорится Мы переживем Так, с ближайшей точки И езжай С ближайшей точки Все Я тебя не знаю Ты меня не знаешь Че я хотел? Я хотел Отправить Дорогого товарища Разгружать подсолнух Дорогого товарища Успеем мы до разгрузки Поставить Комбайн Чтобы этот Ой Маг наш Да Чтобы этот комбайн Тоже На разгрузку Сюда Летал А у него вообще Стоит саморазгрузка А мы вот сейчас И проверим Да Тоже активно Нормально Хорошо Ой Это Это Ой Как в том анекдоте Он сейчас мешать будет Зараза Сейчас мы тогда Проедет За ним Встанем Нуждается В разгрузке Это оливочник Что ли Скорее всего Да Вот так Вот здесь Встанем Сейчас И все Ну да Назад сдадим Тут уже Три рядочка Останется Я к чему Что Сейчас Если свекольный Комбайн Мы отправим На огородик Там нужен Будет трактор С прицепом Для разгрузки Вот А трактор У меня Занят Вот он Оливки Разгружает Завершил работу Это Покос Я понял Кто это Завершил работу Косарь Прямо С огорода Свеженький Сразу На маслобойку Ух Маслицы Будут Добрые Да Так Слушайте Хорошо Укатал Полюшка Теперь нам Вот на это Надо Отправить Промазал Надо на Х 32 Поле 10 Метров Есть у нас Такой Курс Нету 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 Будем Сочинять Так 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 Парочку Поворотных Полос Зачем Не знаю По Часовой Да И Ноль О Сразу Ж Сразу Ж Сохраним Этот курс И с начальной Точки Дорогого Товарища Запустим Пошла Работа Здесь Разгрузился Молодец Здесь Работает Хорошо Ропа Настало Время Расшевелить Твою Ропу Свяклу будем Убирать На Сахар Перерабатывать Сахара Если Сахар Сахар Расшевелить the Ох, какие ужасы тут показывают на мониторах. Работяги трудятся. Не тот свет на прицепе, что за беспредел. В принципе, здесь, наверное, и не нужен будет этот разгрузчик. Здесь у него бункер, будь здоров, у этого комбайна. Это же не картофельный. Он, наверное, сам в себе все и привезет, я думаю. Там огородик-то такой детский. Ох, кто-то едет разгружаться, какой я спросил. Наверное, кукурузник. Так, а что я, давайте туда заедем. Я думал, здесь вот расцепиться. Ну, все, проложил путь. ППС вернулся. А мы вот здесь вот... Сколько здесь места. Красота. Местный фермер не против. Что Джоанка здесь расцепонится. Так, давайте запустим прямо без курс-плея. Да, здесь делов-то. Смекла заколосилась. Смекла заколосилась. Попер, бобер. Кто там заблокирован? Вот. Как, как вот. Ну, это да, я виноват, потому что поворотка... И че ты творишь, блин? Беспердельщик. Шмоток, идиота. Все, стой! Болбис. Тупой барон. Давай, едь за мной. Нуждается в... Все, сдался, сдался. Позорник. Нет, не удрал еще? Нет, сидит. Поедет назад, интересно, или нет? Хорошо, что не удрал. Поворотку он же еще, по-моему, не закончил, или закончил, не знаю. А я оставил на поворотке этот автомобиль. Вот он и. По-моему, он еще... Ездит по поворотке. Да, он второй круг идет. Надо вот здесь теперь оставить. Вот здесь места больше. Все. Ну, разгрузился же. А-а-а! Он назад путь рассчитывает. ХПС просил. Ну, езжай. Че ли? А нуждается в разгрузке? Это оливочник, что ли, получается? Получается. Да, поехал. Все. Не пришлось его... Ну, подобрал бы вот эти вот ошмёточки, блин. Ладно, давайте вон там. Туда переедем, там поставим. Скорее всего, оливочник нуждается в разгрузке. Так, вот, вот тут. Пока что мешать он здесь не будет. Потом, когда уже челноком пойдет, мы опять перегоним. Да, оливочник чуток не доехал буквально. До окончания рощицы нашей оливковой. Так, ну, оливки мы сейчас закончим. Трактор освободится, и я его пущу волковать. Так, теперь к подсолнечнику. Так, рассчитывал курс, наверное. Опять просадки пошли. Ну, зато мы знаем, что они не сачкуют, и что пытаются что-то делать. Это будет своеобразным таким сигналом. Отсюда, наверное. Ну, чуть дальше, может, ладно. Это фиг с ним. Так, так. Все, этих пока не трогаем. Я их на тюковку потом отправлю. Не хочу на волковку. Хотя... Какого черта? Стоят же все равно. Сейчас двоих сразу на волковку отправлю. Одного на тот лужок, а другого на поле. Одного на 50-й лужок, другого на поле 56. Не обязательно эти фенты этот ждать с оливок. Пускай эти работают тоже. Так вот, раз. И все. И вперед. Нефиг стоять. Поршни плесенью покроются. Завершил работу. Косарь, что ли? Вот косарь молодец, блин. Никогда его это самое... Так, 50-я. Я забыл, у нас он там, он начинается. Стартовые точки. Так, опускать заранее, поднимать с опозданием. Правильно? Поднимать с опозданием, опускать заранее. Блин. Перезапустим, а то мало ли что. Забудет. Во. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то там у помощника было, не успел прочитать. А, заполнен бункер, что ли? А, завершил работу не косарь, а лилочник. Точно. Косарь, наверное, еще молотит во всю. Где-то там. Не суть. Так, а что эта ширина у нас? 2,9. Я не понял. А? Серьезно? 2,9 ширина. С ума сойти. Так. Ладно, это я думаю, сейчас все исправится. Поле 56. Мы тоже сделаем на 14,5 метров. По-моему, нету такого у нас тут курса. Сочиняем. Сочиняем. Сочиняем курс. В смысле 2,9, блин? Че за гонева? Во. 15. 2,9. Ну, сделаем 15 метров. Один, одна поворотная полоса будет по часовой до угол 90 градусов сгенерировать. Вот таким Макаревичем. 56-е поле. 15 метров. Для другой жадки. Че? А, у нас есть уже такой курс. Боже мой. Вот. Вот это да. Именно 15 метров у нас есть курс. Ха. Хорошо. Хорошо. Работай. Трудись. Все, ребятушки, оливки мы собрали. Все. Сейчас разгрузим, на вас лобоечку отвезем. И этот трактор, в принципе, к свекольному комбайну можно отправить. А то там, наверное, кричали, что заполнен зерновой бункер. Что скоро он товой. Не сможет уже в себя свеклу закидывать. Так. Кто-то разгружаться поехал. Точнее, собирается. Кобайн давайте сполоснем. Браво! Или браут. Браут. Браво. Оливки собрал. Браво. Все. Есть контакт. Ну-ка, вообще, что он там делает-то? А он пол поля собрал. Слушайте, у него реально заполнен зерновой бункер. Зерновой. В смысле, свекольный. Да. Не хватило. Просчитался я. Сейчас надо будет нарастить борта назад и отправить трактор туда. Так. Забора нету, должен справиться. Забора нету, должен справиться. Забора нету. Натадоsy. Забора нету, губерты. 60 уже оливкового масла Обалдеть Но оно должно стоить, мама, не горюй Теоретически Ну да, 6200 Прям на 383 Доллара у нас уже Этого масла Долго производится Долго, спору нет Но, наверное, оно того стоит Уточку мне, говорит, нежную В ресторане, да? Вгуску капельку маслица А может вам еще Вшинку пукнуть Так, борта наращиваем Войны К свекольнику Там наверняка работник не ушел Продолжает жрать наши деньги Потому что это не курсплей Так, кто жатку бросил посреди хоз двора Уволен Ойей Колеса медленно поворачивается Так, починить за 3 бакса Да, настроить Расширение Да, вот это Настроить Поехали с веку Загружать Загружать Разгружать Что-то, короче говоря, с ней делать Езжай Вот сюда Молодец Все, понял Принял Поехал Так, тут Что? Что происходит? Что ты? А, здесь проходы Вот так сгенерированы Да Ну ладно Ладно Так, значит так Фиг бы с тобой Покинул курс Остановился Алексион В смысле? Ты вообще припух, что ли? Чуток не доехал И покинул он курс Сейчас догоню Отпинаю, блин Покинул Вообще припухли, блин Работяги Так, где ты там? Косил-то хоть? Дай посмотреть Ага То есть вот Поворотку Не дошел Вторую чуть-чуть Ехал, ехал, ехал Не доехал чуток И все Сказал Да Пропади Оно все пропадом Это твоя кукуруза Да, поле большое Наверное Курс для него Сильно большой Для разгрузки Вот он и Заглючил Так что, ребятушки Не совсем Авторазгрузка Это работает Корректно Все-таки Может то, что у меня Курсплей 7.4.1.0 У людей 7.4.0 Говорят Хорошо работает Ну, не знаю Мне наоборот Советовали Вот Вот эту Загрузить Версию Что она Лучше Предыдущей Там Новый С новыми Культурами Работа Добавленная Или что-то Типа этого Ну, короче Я Не буду Обращать на эти Нюансы Внимание Сработает Сработает Если не Сработает Так я Вручную Подправлю Отпинаю Отматерю И дальше Будем Работать В общем-то Да, смотрите Полная Коробочка Свеклы У нас Просто Жесть И вон наш Разгрузочный Опустошитель Едет Оп Работа И И Остановлена Вручную Да тут Не вручную Тут Джоанка Залетела В трактор С ноги Его вышибла Из-за руля Блин И сама Села О Теперь Все Это Дело Надо Отвести Назад Иначе Так Перейти Перейти Говорю А Перейти Надо Вот Сюдыть Справишься Говорит Справлюсь Ну Проверим Справится Действительно Или нет Я не понял Это Что Весь Подсолнух Вот Это Вот Обалдеть 32 Куба Ну В принципе С Такого Поля Да Может Там Не все Операции Мало Мало И что мы делаем С подсолнухом На маслобойку Правильно Коров мы кормим Канолой Канолы Ой Коров Говорю Свиней Свиней Мы кормим Канолой Подсолнечное масло Будем Делать Погнали На маслобойку Отвезем Сразу Канолу 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 Трюм Канолу Канолу И опять у нас не будет в закормах подсолов. Продолжение следует... Пойдет. Кто там работу завершил? Ага. Все. Косарь отработал. Молодец. Народ, будем на сегодня, наверное, завершать серию. Работы было выполнено немало. Но продолжать уже придется в следующей части. Мне говорили, что один месяц растягивается на два. Нет. На четыре, а то и на шесть серий будет растягиваться. Уже так было. Поэтому готовьтесь к продолжению октября в Эллом Крике. А на сегодня все. Здоровья вам и удачи во всем. Пока. А зачем я это делаю? Давайте-ка сразу на сахарный завод ее отвезем. Правильно? Сразу запустим это производство. Чего ее складировать? И туда я немножечко ее повез. Сейчас отвезем на сахарный завод. Приктор. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да будет сахар! Поехали! Здоровья вам и удачи во всем пока! В очередной раз прощаюсь! Продолжение следует...